Сказка фея. У одной вдовы было две дочери. Старшая была, вылитая мать, и нравом, и лисом, такая же злая и неприветливая. Младшая походила на отца, добрая, ласковая, да тому же с собой красавица. Разумеется, мать не могла нарадоваться на старшую дочку. Всякий ведь любит себе подобных, а младшую дочь она не любила, заставлял ее трудиться без отдыха, а есть давала на кухне. Кроме всякой другой работы, бедная девушка должна была два раза в день ходить по воду, за добрых полверсты от дома и приносить большой кувшин. Как-то раз она была у источника, и к ней подошла бедная старушка и попросила напиться. Пожалуйста, матушка, сказала красавица. Проворно ополоснув кувшин, зачерпнула она воды в источнике и протянула кувшин старушке. А чтобы той легче было пить, сама его поддерживала. Напившись, старушка сказала, такая ты добрая, вежливая, что я хочу сделать тебе подарок. А это была фея, которая приняла вид бедной крестьянки, чтобы испытать молодую девушку. Вот чем я одарю тебя, продолжала фея. При каждом слове ты будешь ронять изо рта цветок или драгоценный камень. Когда девушка пришла домой, мать разбронила ее за то, что она долго ходила. Простите, маменька, сказала бедняжка, что я так замешкалась. При этих словах изо рта у нее выпали две розы, две жемчужины и два больших алмаза. Что я вижу, изумилась мать, ведь у тебя изо рта валятся жемчуга и алмазы. Что это значит, дочка? В первый раз она назвала ее дочкой. Девушка простодушно рассказала все, что случилось, роняя при этом множество алмазов и роз. Вот как, сказала мать, тогда надо послать туда и мою старшенькую. Ну-ка, Фаншон, погляди, что у твоей сестры изо рта вылетает, когда она говорит. Не хочешь ли, чтобы у тебя так было? Стоит только пойти к источнику и когда бедная женщина попросит напиться, вежливо подать ей воды. Ну вот еще, ответила грубьянка, очень не надо ходить к источнику. А я тебе говорю, ступай сейчас же, закричала мать. Поворчала старшая дочка и отправила, взяв с тобой серебряный кувшинчик, самый красивый в доме. Только подошла она к источнику, как из леса вышла великолепно одетая дама, попросила у нее напиться. Это была та самая фея, что явилась младшей сестре. Но на этот раз она приняла вид знатной дамы, чтобы посмотреть, до чего может дойти грубость девушки. Уж не для того ли я сюда шла, чтобы вас поить, занощиваясь, ответила грубьянка, как раз и серебряный кувшинчик захватила, чтобы поднести такой барне. Ну да ладно, пейте уж, если вам так хочется. Ты не очень-то вежливо, сказала фея, нисколько не рассердившись. Ну что ж, я и тебя награжу, как ты заслуживаешь. При каждом слове у тебя изо рта выползет змея или выскочит жаба. Ну что, дочка, закричала мать, завидев старшую дочь. Ну чего вам, маменька, ответила ей грубьянка, выронив при этом изо рта двух гадюк и двух жаб. Что я вижу, воскликнула мать, это все твоя сестра виновата. Уже поплатится она мне. И она сразу кинулась колотить меньшую дочку. Бедняжка убежала и спряталась в соседнем лесу. Там ее встретил сын короля, возвращающийся с охоты. Удивился он ее красоте и спросил, что она тут делает совсем одна и о чем она плачет. Ах, принц, меня матушка выгнала из дому. Сын короля заметил, что при этом у нее изо рта выпало четыре жемчуга, три алмаза. И попросил девушку рассказать ему, что это значит. Тут она ему все рассказала. Принцу девушка очень понравилась. Он отвез девушку во дворец своего отца и женился на ней. А сестра ее стала всем до того противна, что даже родная мать прогнала ее от себя.